Ребята, ЧП Игорь, Владимирович разбился. В дребезге? Насмерть, что ли? Как? Подавился импортным сухариком, упал с полки, у него нос разбит. И, возможно, перелом челюсти. Говорить может? Может, но ничего не понятно. Э, алё, алё, пацаны, его сейчас презентовать! Да-да, мы сейчас решим всё. Я приношу свои извинения. Прошёл мне несчастный случай. Я вас так подвёл. Ростислав, ну куда мину-то девать-то? Да на стол поставь, что проблему объяснить, ну что вы? На стол! Видимо, я выбываю. Из предвыборной ганки. Я не понял, это что за подстава? Вы что, подставу кинули? Рамцы попутали, а? Тихо! Ой, Боря, в смысле, негромко. Так, Игорь Владимирович, вы ниоткуда не падали. На Игоря Владимировича сегодня ночью совершено покушение. О! Как? А почему я ничего не знаю? Имейте в виду, что в случае неповиновения мы имеем право применить силу. Слышь ты, подка в погонах! Угу. Ты вообще знаешь, с каким человеком ты разговариваешь? Вы никто! Ты у меня мою службу продолжишь в Бонадыре! И для тебя минус пять за счастье будет! Ты, я тут решу, большой специалист в области медицины? Это очень кстати! Будешь там оленей от холеры лечить! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы начинаем пресс-конференцию кандидатов губернатора Игоря Владимировича Цаплина. Уважаемые коллеги! Сегодня ночью на нашего кандидата было совершено покушение. Как уже выяснило следствие, неизвестный бесшумно подплыл к нашему кораблю... ...на надувном матрасе... ...проник в каюту господина Цаплина и пытался вот этими ножницами лишить его самого дорогого. Жизни! Игорь Владимирович обезоружил нападавшего и пытался задержать. Но получил травму у лицевой части головы об стол. А киллер спрыгнул с корабля и уплыл. Пока это все, что мы можем сообщить. Ты че приехал ты сюда, а? Сейчас, майор, ты поймешь, что ты сделал! О, дай он! Ты, подлец, подел руки на бухих людей! Я сейчас тебя заочно отпою, прокляну! Сейчас ты находила разгореться, и будешь ты, майор, гореть тиренью огненной! Аж до страшного суда! Что-то они сильно борзые. Может быть, с эвакуацией подождем маленько? Звоня оперативному, посоветуемся. Если честно, у меня очень болит лицо. У меня вообще все очень долго заживает, потому что я не собака. Но, когда заживет, я постараюсь быть хорошим губернатором. Только ты никому не расскажешь, ладно? Конечно, конечно. Сейчас, извини, у меня звонок. Сейчас. Ага. Алло. Да, Миш, привет. Миш, шупиники. Не, Миш, все в порядке. Саша Аню трахнул. Максим, ты что ты? Не надо, не надо. Я пошутил, пошутил. Дурак, она хорошая. Нормальная история. Опять раз, я вонючка, главное, я ничего не сказал. О, другой костюмчик. Да, костюм. Где Слава? Я его везде ищу. Так, Слава, почему я должен тебя везде искать? Я, между прочим, здесь не один работаю, да? Муся, Муся, подожди. О-оу. Слав? Слав, случилось что? Слав, ну да? Слава, ну да? Макс, иди нафиг. Слава, ну да? Да, да, да. Ой, нет. Ой, молодец. Так, стоп, подожди. Может быть, еще не все потеряно. Слав, ты оставил на ней свои отпечатки пальцев? А, ну конечно, ты сразу там прям... Да и потом, бесполезно. У нее же вон родится лысый ребенок. Все сразу все поймут. Слушайте меня, что вы меня пугаете? Что вы меня вдвоем пугаете? Знаете, как я сам боюсь. Просыпаюсь утром, понимаю, что рядом кто-то лежит. Думаю, господи, ну пусть это будет Аня. Пусть Нона. Нон не могла, ну не важно. Да хрен с ним, даже Лешу уже. Что значит даже? Что значит даже? Даже, вонючка. Ну и чего? Ее голос. Да, Амочка, все нормально. И я понимаю, что он приехал на корабль, и сейчас меня начнут скармливать акулам, которых специально для этого запустят в Волгу. Господи, боже мой. Слав, ну еще один вопрос последний. Как? Макс, ну отвали. Слав, ну как? Слав, ну скажи как. Видишь, даже Леша интересно. Ну? Да я пьяный был, нифига не помню. Ну как-нибудь вспоминай. Славочка. А, значит, Максим, насчет концерта важная вещь, значит, ты ее... Ребят, а поговорите со мной тоже, пожалуйста. А, я забыла попросить, чтобы это все осталось между нами, да? Ну в таком случае я обращаюсь с этой же просьбой ко всем присутствующим. Ну зачем нам неприятности? Кстати, а было хорошо. Что? Почему не эвакуировали? Я же четко сказал. Какой полковник? Опять этот полковник. Ладно, подождите, пока ничего не делай, я тут решу и перезвоню. Только чтобы они с места не трогались, понятно? Может, ты мне скажешь, что это за полковник, а? Пока никто не может дать информацию, видимо, она слишком закрытая. Ну чего они от меня хотят? Может быть, ты мне скажешь? Нас посадят, нас всех посадят. Камиль точно прямо к нему на вертушку. Звонок будет как из администрации президента. Позвонили. Сейчас решится. Нет, посадят только меня, потому что я за все отвечаю. Саша, не переживайте, посадят всех. Тихо! Емельянов слушает. Ларин беспокоит. Камиль Ренатович, советник по особым вопросам. Слушаю вас, Камиль Ренатович. Ну, как дела в области? Спасибо. Нормально. Как выборная кампания, без нарушений? Да нет, все в порядке. Уверен. А в чем дело? С холерой ты палку перегнул. Какой холерой? И я ничего не знаю. Ты вот только дурака из меня не делай. Короче, человек не сам по себе приехал, и проблемы ему не нужны. А то ведь они могут и у других начаться. Не понял. А что тут непонятного? Ты же у нас на третий срок идешь. Что в общем-то неправильно. Мы на это глаза предподзакрыли. А можем что? Предподоткрыть? Ну, мы же все это проговаривали. Ну, так время-то идет. Так что ты кордоны убери, и пусть ребята в городе выступят. Для вопроса, все решим, Камиль Маринадыч. Просто я был не в курсе. Ну, вот и договорились. Ладно, будь здоров. Да, если перезберут, познакомимся лично. Пока. Ты чего ему испорил? А если он перезвонит в администрацию президента и спросит, кто с ним разговаривал? Саня, я не хочу тебя расстраивать, но он же все равно к нам попадет. Как это? Я же говорю, штука классная. Я его на нас замкну. Куда бы он по вертушке не позвонил, все равно к нам попадет. Вы видели, а? Вы видели. Так они меня принимали, а? Люди пели, плакали, смеялись. Некоторые даже танцевали. Видимо, я удивительный оратор. А в чем это он? Пушкинская крылатка. Для эффектного выхода хотели еще дуэльные пистолеты и бакенбарды. Подумали перебор. Не зря. Ну, пацаны. Слушайте, надо же было прочесть. Что-то ведь Пушкинская, а? Вот это вот. Жива еще моя старушка. Жив и я. Привет тебе. Привет. Княнь. Ель. Куйное дерево на фе. Ель. А поэт Есенин. И не княнь. Письмо к матери. Какая фигня. Какая фигня, господи. Егор Степанович, здравствуй, родной Емельянов. У меня тут такие странные дела творятся. Алло. Егор, ты? Нет. Это Камиль Ренатович. А как это? Я к вам? Я же вроде не к вам. К нам, к нам. Теперь тебе по всем вопросам к нам. Камиль Ренатович, я дал указание убрать кордоны. Да это я в курсе. Тут другое важно. Я тебе чего звоню? Как, разве это вы? Какая разница? Мы же одно дело делаем. Давно хотел тебе сказать. Приступай к севу зерновых. А это что? Что? Шучу. Расслабься. Ну что? Где у нас орешки-то были? Ну такие соленые, вкусненькие-то. Вот. Да. Странно. Раньше на этой стороне стояли. Миша, это Эмманил Гедонович. Здравствуйте, Эмманил Гедонович. С возвращением вас. По голосу слышу, что собираетесь меня порадовать? Мы перевыполнили план. Мы набрали не 10%. Неужели 12? Берите выше, вы нас недооцениваете, Эммануил Гедонович. Хотите сказать третье место? Еще выше. Вот как? Ну похоже, мы припугнули губернатора по полной программе. Так сколько вы все-таки набрали? Ну мне просто интересно. 52%. Не понял. Мы победили, Эммануил Гедонович. Браво, Миша, у вас действительно блестящая команда. Честно говоря, не был к этому готов. Стоп, Миша, что вы говорите? Выборы же только через неделю. Выборы прошли в это воскресенье. Четверг. Игорь Владимирович уже вступает в свою должность. Самарская область у ваших ног. Миша, соберите. Во-первых, Саратовская область, а не Самарская. Самарская. Эммануил Гедонович, мы говорили о Самарской области. Мы говорили о Саратовской области, Миша. Миша, какие выборы вы выиграли? А в Самарской области у нас нет никаких интересов. Ой, кошмар. Ну ясно. В общем, у вас осталась одна неделя, что делать вы знаете. Кандидата я вам пришлю. Это Сергей Абрамов. Я от Думана и Лакедоновича. Привет! Саратов! Сижу, не пью уже с утра. На завтра будут выбора. Я должен быть предельно трезвым, Чтобы в графу поставить крест. Эй, растет правосознание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал DimaTorzok Субтитры подогнал DimaTorzok Субтитры подогнал DimaTorzok Продолжение следует...